МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Тяжелобольная многодетная мать-одиночка выживает в полуразрушенном доме. Ни жилья, ни работы и никакой перспективы. У меня даже сейчас денег нет, чтобы ее накормить. У меня ни масла, ни хлеба, ничего нет. Одна крупа есть чуть-чуть и все. Одна каша осталась. Скоро дети приедут, череп, я не знаю. Теологи, священнослужители и волонтеры посетят радикально настроенных карагандинцев. Они уверены, что личная беседа – это лучшая профилактика против экстремизма. Уникальные методики изготовления дамбры из цельного куска дерева научат всех желающих. В Доме культуры железнодорожников открылся центр Ки-Кирюэн. Многодетная мать-одиночка выживает в полуразрушенном доме. Ольга Маслова тяжелобольна с циррозом печени. Кроме того, женщина живет без почки. Но, несмотря на все беды, ее дети учатся неплохо и преуспевают в спорте. О тяжелой судьбе многодетной матери расскажет Лариса Хусаинова. 12 лет назад страшный пожар лишил семью Ольги Масловой жилища. Мать и четверо детей остались на улице. По сей день сильная женщина продолжает бороться за жизнь. Ежемесячный доход семьи Масловых составляет 20 тысяч в тенге. Женщина моет полы в соседних домах. Устроиться на нормальную работу пока не может. Документов нет. Все сгорело 12 лет назад. Мне сказали, чтобы я полностью взяла, собрала всех детей. В одну эту прописала квартиру, чтобы они полностью. Они у меня прописаны по-разному. Вот это вообще не прописано. Чтобы я их полностью. И каждый месяц я должна их буду отчитываться. Это как опять документы собирать. То, что я там проживаю. То, что вот это вот все полностью. Я говорю, ну как же я могу так сделать? Вы же сами пробиваете по компьютеру. То, что я же есть. Я же вам эту по квартиру на карту серого копия буду давать. Деньги Ольга Маслова сможет получать, когда хоть где-нибудь пропишет своих детей. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, нужны подтверждающие документы о заключении брака и подтверждении отцовства. На данный момент местная власть такими сведениями не владеет. Она сама прописана здесь в городе по Волгоданской, как она нам объяснила комиссии. Двое детей у нее прописано у бабушки. Один старший ребенок прописан тоже у другой бабушки. И она сказала, четвертого ребенка тоже у нее есть где прописать. Когда она к нам обратится, мы уже конкретно определим ее право на получение каких-либо видов помощи, пособия. Несмотря на все проблемы, женщина живет ради своих детей. Ольга Маслова мечтает об уютном доме и надеется, что мир не без добрых людей. Лариса Хусынова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В поселке Дубовка вода непригодна для питья, но другой нет. Из пяти скважин, построенных по программе Акбулак, были взяты пробы. Результаты анализа сельчан разочаровали. На протяжении восьми лет люди борются за чистую воду, но пока безрезультатно. Все подробности дали в репортаже. Эта вода забрана вечером. Это вот сейчас. Она светлая, набирающая. А поздно покупаем для варки воду. И вот эту воду выпьете? Ну а куда деваться? Необходимость, и не напокупаешься. Вода-то дорогая. Цель программы Акбулак – дать людям чистую воду. Но жители Дубовки боятся пить даже кипяченую. В селе проживают чуть больше четырех тысяч человек. С 2008 года люди вынуждены пить загрязненную воду, которая пригодна только для полива и стирки, говорят сельчане. А у нас же этой водой пользуется мини-центр, детский сад. Это медленная, долгая смерть. По программе Акбулак в поселке Дубовка было построено пять скважин. Две из них сразу признали непригодными. В 2013 году жители обратились в природоохранную прокуратуру. Результаты анализа неутешительные. По трём показателям вода не соответствует нормам. В воде присутствует аммиак. Канализационные истоки попадают в ливнёвки. В прокуратуре дали предписание – установить фильтры. Но до сих пор власти не решили эту проблему. Вот просим, объясните, пожалуйста, можно пить. И когда у нас будет нормальная вода, когда будут стоять фильтры. Вообще программа Акбулак, она предусматривает цель этой программы. Чистая, хорошая, качественная вода. Программа не достигла результата. Деньги были потрачены, а мы сидим без воды. Обидно за руководство наше. Недалеко от посёлка находится свинокомплекс, колбасный цех. К тому же в нескольких местах пасётся скот. Отходы идут в недра. Поэтому люди опасаются пить такую воду и вынуждены её покупать. Нами были в июле месяце взяты анализы с этих скважин, с четырёх точек. Данные анализы показывают, что по бак-анализу вода соответствует, пригодна для питья. Единственное, по жёсткости превышают показатели. Превышают нормы. В связи с чем было рекомендовано установить фильтры. На данный момент рассматривается финансовый вопрос. По словам заместителя Акима Бухаржураусского района, в этом году выделят бюджетные средства на установку фильтров и решат проблему. Властям она обойдётся в 3 миллиона. Но пока жителям села Дубовки остаётся ждать и надеяться на справедливость. Лариса Хусейнова, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Чиновник – это высокое звание. Но сегодня это слово у населения имеет негативный окрас. Такое заявление сделали на специальном семинар-совещании. В областном Акимате говорили о роли уполномоченного по этике в формировании антикоррупционной культуры. Всем государственным служащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Эта норма законодательно закреплена в новом этическом кодексе. В этом же кодексе сказано, что основной способ профилактики коррупционных правонарушений при оказании государственных услуг – это максимальное ограничение контактов населения с чиновниками. Механизм реализации данного направления – это реализация принципа 1 глава на переводе государственных услуг в электронный формат, повышение эффективности и контроля за качеством оказания государства. В этих направлениях в области проводится системная землепрадная работа. Открытые функционируют 31 отделы государственных корпораций правительского договора. Увеличивается количество видов государственных услуг, оказывают местными исполнителями органов и через государственные корпорации. На сегодняшний день в 65-м 2015 году было 57 услуг. На семинаре подробно остановились на функциях так называемого «уполномоченного» по этике. Эта должность была введена совсем недавно. Бахтияр Аишев пояснил, что он намерен проводить консультации как чиновников, так и рядовых граждан. Не секрет, что в настоящее время слово «чиновник» для многих граждан имеет негативный окрас. На семинаре отметили, что необходимо создавать у населения положительный образ госслужащего, а к провинившимся применять жесткие меры. «Чиновник сейчас воспринимается на лицах, то есть оскорбите никогда. Чиновник – это очень высокая зла, он четкий энергию, четкий энергию находа. Когда вы, руководитель, проводите приемы своей собственной сотрудникам, вы должны все это выявлять. Вы уже прекрасно знаете, что если имеет место быть на рыбу, лучше принять меры и полиции ликвидации, чем важна потом плоды, и ее уже когда-то заправили. Поэтому мир, принимаемые в память, должны быть очень адекватны». Организаторы семинара обратили особое внимание на то, что все государственные органы и должностные лица в пределах своих компетенций обязаны вести работу по противодействию коррупции. Андрей Тен, Лжас Габбасов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Самый образцовый детский сад такого признания удостоилась дошкольного учреждения «Алмагуль». О заслугах педагогов этого садика знают не только в Пришахтинске, но и в шахтерской столице. Ведь именно детский сад «Алмагуль» первым начал экспериментировать с внедрением инклюзивного образования. Аймамбрина с подробностями. Детский сад «Алмагуль» построен в 1986 году. Зданию уже 50 лет. В кризис 90-х, когда здание повсеместно разбирали по кирпичикам, будущий коллектив садика «Алмагуль» заявил о желании собрать в нем детей и начать работу. Благодаря усилиям директора дошкольного учреждения «Бакет Омар» здание не только не разрушили вандалы, но и заработало. В 1991 году они официально приняли своих первых малышей. В период становления независимого Казахстана садик полноценно работал и всячески содействовал развитию страны. В годы оптимизации образования нам удалось сохраниться. И вот мы считаем, что мы ровесники нашей страны. И за эти годы мы сумели на Пришахтинске создать такой детский сад, который бы отвечал всем требованиям воспитания детей дошкольного возраста. Сейчас в садике «Алмагуль» трудятся 29 педагогов. В здании 9 групп на 380 мест. Имеется уникальная ликотека с разнообразным развивающим и дидактическим материалом. Эффективно работают кабинеты психолога, дефектолога и логопункт. Педагоги дошкольного учреждения одни из первых стали разработчиками учебных пособий и методичек на государственном языке. Сейчас их опыт перенимают и в других детских садах. Занятия в «Алмагуль» проходят по модели инклюзивного образования. В каждой группе вместе со здоровыми детками занимаются малыши с ограниченными возможностями, которые нисколько не чувствуют себя ущемленными. Айям Амрина, Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди реклама, не переключается. Мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Два таксиста в Караганде обратились в полицию с жалобой на некоего гипнотизера. Оба водителя рассказали, что им позвонил неизвестный и попросил отвезти его в Астану и обратно в Караганду. Кроме этого, потенциальный клиент якобы обратился с необычной просьбой. Неизвестный пассажир попросил перечислить на его счет в букмекерской конторе 10 тысяч тенге. Таксисты выполнили его просьбу, но на связь пассажир больше не вышел. Таксисты заявили, что их зомбировали полицейские и ведут расследование по статье «Мошенничество». По данному факту материал зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 190 Уголовного кодекса Республики Астан, то есть «Мошенничество» проводится расследование. В очередной раз хотим призвать граждан быть бдительными, не попадаться на подобные уловки мошенников. Все, что связано с денежными средствами, никогда не перечислять, не давать их в руки неизвестным лицам, не убедившимся в их личности. По всем фактам мошенничества незамедлительно обращаться с заявлением в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102. Пресс-служба ДВД сообщает, руководство и личный состав органов внутренних дел Карагандинской области приняли решение перечислить однодневную заработную плату семьям погибших в алматинских событиях. Теологи, священнослужители и молодежь посетят радикально настроенных карагандинцев. К такому решению пришли после последних трагических событий в Алматы. Активисты решили посетить семьи из там массового скопления, где собираются безработные, а также навестить радикалов дома. Они уверены, беседа пропеведь и трудоустройство – лучшая профилактика. Намерение избавить наше общество от религиозных заблуждений активисты скрепили меморандумом о взаимном сотрудничестве. Руководители управления по вопросам молодежной политики и отдела по делам молодежи при Центральной мечети расписались в документах и пожали друг другу руки. По их словам, молодежь является одной из наиболее уязвимых групп, которые зачастую легко поддаются негативному влиянию антисоциальных и криминальных групп. Они рассказали о предстоящей работе. Это постоянная организация информационно-развитительной работы среди молодежи с привлечением авторитетных теологов, имамов, экспортов, религоведов и молодежных лидеров. Проведение обучающихся курсов для лидеров молодежи и специалистов, работающих с молодыми людьми. Также участники меморандума планируют тесно сотрудничать со спецслужбами и заниматься пропагандой мирных взглядов, посещая дома радикалов и места их скопления. Особенное внимание активисты намерены уделить безработной молодежи. Для последних будут организованы обучающие курсы с дальнейшим трудоустройством. Правоохранительные органы нам дают адреса тех людей, фамилия, имя, отчество и, соответственно, мы с ними работаем. Да, еще работа ведется в мечетях. Да, они бывают, все встают и уходят. Но мы, как сказать, разрабатываем разные методы действенные. Участники меморандума призывают к помощи журналистов. Пропаганда мирного ислама должна быть повсеместна. Помощь нуждающимся в реабилитации может быть и анонимной. Достаточно лишь обратиться за помощью к служащим мечети или работникам управления по вопросам молодежи. Аем Амрина, Жаксылак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Техники игры на дамбре «Щерт Пеки» обучают в уникальном центре «Ки-Кирюэн». Основатель центра сын известного Ки-Шея, Даулит Пека Садвакасова, Кайрула Садвакасов. Всех желающих здесь обучат не только игре на дамбре, а в уникальной методике изготовления этого музыкального инструмента расскажет Аем Амрина. Центр «Ки-Кирюэн» открылся в железнодорожном доме культуры сортировки. В нем трудятся более 10 человек, в числе которых известные дамбристы. На обучение уже записались пять учеников. Многие из них хотят не только познать азы владения струнами дамбры, но и научиться высекать ее из дерева. Занятия начнутся уже в сентябре. «Мы открыли этот центр для того, чтобы пропагандировать игру на дамбре – исполнение кюев. Специально для этого мы объездили многие города Казахстана, посетили известные школы дамбристов и переняли их опыт работы. Теперь хотим обучить молодежь всему, что знаем». В центре есть уникальная дамбра, которой уже около ста лет. Ее владельцами были известные кюши, абди, сембек и бегмбай. Затем дамбра переходила из рук в руки. Ее звучание до сих пор завораживает слух. Правда, играют на этом инструменте нечасто. В основном его демонстрируют в качестве исторической реликвии. Директор центра Кайролас Адвакасов сам лично готов обучать молодежи изготовлению народного инструмента. Его руки можно назвать золотыми. Он высекал дамбры для своего отца и других известных кюши. Его инструменты не похожи на обычные, которые держатся на клею. Они целиком высечены из дерева. Кайролас Адвакасов считает, что молодежь должна перенять это мастерство. Аим Амрина Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Футбольный матч Шахтера со столичной Астаной переносится на 7 августа. Такое заявление сделала пресс-служба Карагандинского футбольного клуба. Связано это с тем, что столичная команда готовится к матчам шотландским с Элтиком. В пресс-службе футбольного клуба Шахтер заявили, что понимают сложность и ответственность, которые стоят перед клубом Астана на международной арене. В связи с этим Карагандинский клуб согласился на перенос матча. Игра 22-го тура состоится 7 августа в 17.00 на стадионе Шахтер. Напомним, что Шахтер и Астана в чемпионатах Казахстана сыграли 23 матча. 14 побед досталось столичным футболистам. 6 побед одержал Шахтер и 3 матча были сыграны в ничью. Матч первого круга нынешнего сезона закончился со счетом 2-1 в пользу Астаны. У столичного клуба отметились Деспотович и Нусербаев, у Шахтера – Убинг. Стоит также отметить, что матчем с Астаной карагандинцы завершат первый этап чемпионата, а с 12 августа стартует второй этап Казахстанской премьер-лиги. Андрей Тен, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok